Итак, всем привет! Сегодня со мной в студии представитель клана VM New Abbat. Приветствую всех! И вот мы решили такое небольшое обучающееся видео, без правил, не для турниров. Ну а может где-то и на турнирах кому-то что-то здесь годится. Имбовые составы от Abbat в Вахе за каждую из фракций. То есть такой как бы универсальный билд, скажем так. Это для игры на Вабдере с линятами. Только для фана, но я считаю, что за каждую фракцию можно подобрать состав, который будет просто неубиваем. Это было с бистами. То есть есть состав, который невозможно при определенном стечении обстоятельств убить. Ничем и никем. Итак, ну и вот за Бретонию. Что мы, значит, берем лорда, сажаем его на королевского пегаса. И способности, вот посмотрите, все из этих четырех мы убираем только искателя врагов. Из предметов мы даем одну банку зелья стойкости, бутылку лечебное зелье и банку зелья безрассудства. Да, я так понимаю. А сколько потолвар очень серьезная игра в Вархаммер? Будем терминологией, именно в Ваховской, изъясняться. Даем красненькую, синенькую и по возможности фиолетовенькую. То есть мы делаем мобильный командующий состав, вот три майора и главнокомандующий. Они будут уничтожать, собственно, у противника генерала, всяких магов, лордов, кого угодно. Отдельные сильные отряды, тоже всяких монстров, они уничтожат на раз. Дальше задумка такая, что Бритония в основном все играет от атаки, мы будем играть чисто от обороны. У нас есть чистокол, копии дорогие и дешевые, на них будут вискнуть войска, будут отвлекаться. Две кавалерии нужны нам для того, чтобы более-менее сбалансированная была армия, был простор для каких-либо маневров. То есть совсем не брать кавалерию, это глупо. За Бритонию. Естественно, берем дорогую кавалерию, способную выдержать лобовой удар. То есть задумка Берда такова, что нам надо максимально продержаться долго, пока вот эти летающие... Братья. Да. Летающие товарищи будут заниматься своим делом. Собственно, как только они уничтожат у противника всю верхушку, противник посыпется. Поскольку достаточно атаковать с тыла, давить на мораль, все. И у нас есть четыре лучника, ни много ни мало, хватит на все. В принципе, да, четыре. Хватает даже против состава из трех великанов, из четырех лучников. Порядка минуты великанов нет. Это все на то, что один лучник в одного великана будет стреляет. Даже так? Да. Ничего себе. Слушай, не, ну минуту-то лебарды с копьями-то явно продержатся. Продержатся. Лебарды очень великолепны. Да. Более того, ну еще и паладины, да, как бы могут атаковать. Строем на банках. То есть они не убивают. То есть берешь светофор, когда вот этот, так называемый, красный-синий-синий-синий. Да, светофор, точно. Да, то есть все. Не убивают ничем, никем. К тому же пегасы, это дикая скорость. Никто не убивает. Да, скорость у нас 110 на пегасах. Ничего себе. Ну это, по-моему, самая высокая. Больше нет, если только под банками, какие-нибудь под обилками там. Что-то еще, наверное, важно. Ну вот Искатель Ворогов включает плюс 25% скорость, но когда на тебя вот это все летит, там никто ничего не успеет, не уйдет. Да, поэтому Искатель Ворогов не нужен, потому что скорость, в принципе, 110 и более чем достаточно этого. Не все же в Вахе бегают со скоростью 150, скажем так, поэтому догонять. Опять же, если будут вампиры, то есть вот этот воздух могут победить вампиры, если захотят, если угадают. Ну, во-первых, вампиры не угадают, а во-вторых, у нас есть 4 лука, вот этим всеми дотунами отступаем назад, вертимся у луков и все, вампиры не проют. Ну да, по-большому еще. Да, воздух вампирский, по крайней мере, точно ляжет. Хоть террора бери, хоть кого там бери. От этих вот знаменитых скилловых ваховских пулявок, которые мы так все любим, нас спасет фиолетовая баночка. В момент удара, когда летит большая плюха, нажимаем баночку и по морали у нас отряд никогда не сбежит. А, то есть даже если он будет просажен вообще напрочь, да, двойная какая-то... Ну да, да, и потом жмем красную банку, и все. И в порядке, да, красную бутылку. Красенькая больше как-то на бутылку, а это все больше на банки похоже. Мне красенькая больше нравится. Ха-ха-ха-ха, точно слышали. Ну, с Бритонией дело светлое. Давай к следующей фракции. Кто там у нас? Хаос. Хаос. Хаос универсального состава абсолютно точно нет. Ну, примерно хотя бы. Есть против кайта набор определен, есть против всего остального. То есть, ну, например, против гномов. Да, ну, гномы как бы это, с ними дело светлое. Против кайтинга давай. Я в тот раз видел этот бой, шикарный бой, и я как бы посмотрел... Хаос элементарно, то есть, это по 1454 штуки. Так, это где которые? А, кони. Кони, кони, кони. У них какой эффект смысл? Они не ударка. То есть, любая ударка, дорогая, дешевая, не важен. Лов-лов. Ударивших них снесет треть отряда точно, но потом она проиграет, поскольку... Ну, в длительной мечной схватке, как это называлось, в Total War, как это называется. Кроме того, они с большой дисциплиной, они не побегут. То есть, за хаос главная проблема — это мораль. Поэтому набираем армию, с учетом того, что у нас погибнет генерал, у нас погибнет маг, у нас погибнет весь командующий состав, и остатки должны остаться на поле боя. То есть... И так, в роли лорда. Сейчас основаны на нем. Лорд на банк. Тут без варианта. А какой? Лорд хаоса? Да, самый первый. Он летающий? Можно летающим сделать, смотря против кого. То есть, в большинстве случаев, естественно, пеший. А поскольку у хаоса... Прям просто пеший, ни скакуна, ничего, да? Нет, скакун, бронированный скакун. Скакун хаоса, да. А, бронированный скакун хаоса, да. Дальше возвышенный герой бесполезен. Летающий еще может. Пеший. Он бесполезен, потому что без банок. А, вон оно что. То есть, он пеший без банок, да? То есть, за него... Да, да. Вот этот первый, он без банок. О-о-о-о. А если его на что-то садишь, то сразу банки, да? Нет, нет. Я думал, за него... Вообще без банок, да. Да, тогда он бесполезен, конечно. Если только летающий, да, тут я знаю. С выходом патча на банки хаос стал очень слабым. Очень. То есть, до этого, в принципе, и можно было неплохо. Противодействовать с выходом последнего патча он стал слабейшим, так сказать. Дальше, смотря против кого, если будет кавалерия, три алебарда минимума. А алебарды какие? За 900. За 900. Так, воин хаоса, алебарды, да? Три, ага. Собственно, от родя хаоса. Так, сколько? Ну тут хватит. Два. Только на двух хватает. На двух. Так, мы про мага забыли. Ну да. А он без банок, нафиг он нужен, короче, этот маг, блин. В случае, да, здесь маг тоже. Магия смерть-то никакая. Можно убить него. Итак, у нас лорд хаоса. Все способности оставляем. Или искатель врагов. Но он пеший, ему зачем скорость? Ну вернее, не пеший. Скорость убираем. Искателя врагов забираем, да, у него. То есть он ему не нужен. Так, предметы. У нас это синяя банка, красная бутылка и... Что, фиолетовая? Ну вот тут надо понимать, что он умрет в любом случае. То есть тут... В него вкладывать, да? Хаос будет биться без генералов в 90% случаев. Печаль. Ну а все почему? Потому что с банками проблема у героев. И нет пулялок. А весь скилл в тоталваре в Вархаммере, это банки и пулялки. Да, банки и пулялки. Слушай, как песочница, короче, какой-то разговор. Вот тут можно увидеть забавные тактики. Например, беготня генералом вокруг великана. Да, да. То есть это великолепное маневрирование. Да, слушай, я недавно испытал на себе это великолепное маневрирование. Мы играли с мировым представителем клана ЮССР. И вот 70 его у этих ублюдков, короче, урыли 710 моих придурков-орков. Короче, 710. Это просто кошмар. То есть, ну, они под хилками, вот, мне не удалось просто по ходу боя с имперским полководцем разобраться. И с этим, кто вот у них там, не паладин он, а кто, капитан этот. И все, и они вдвоем, короче, в моих 710 просто разогнали, и все, под люки. Я был, правда, имперский капитан, да. Я, правда, был уже без, ну, кто он, без лорда. Но у меня был маг живой, он так остался живой до конца. Он мораль держал, как бы, нормально. Но маневрирование все свелись к тому, что я просто плюнул и вышел из вахи, короче. Вот и все. Просто забил, тупо. Так, и у нас что здесь? Значит, псы, хаос, а яд, да, добавляются. За хаос достаточно сложно подобрать именно универсальный, потому что против гномов надо брать колесницы. И что-то против вертолетиков. Опять же, Вархаммер, вертолетики, баночки. Да, да, да. То есть, против гномов, например, без летающего ближнего боя героя, против вертолетов, ничего не сделаешь. То есть, он обязательный. И на летуне. Соответственно, гену тоже на летуна сажаем. И имеем в виду, что у нас погибнет и ближник, и гена. То есть, остальной состав подбирается с тем расчетом, чтобы он не сбежал. То есть, вот сейчас на основу смотрим, четыре по полторы тысячи этой кавы, да. Рыцарь хаоса. Не сбежит. Отродье по тысячи, не сбежит. Собаки сбегут, но будут возвращаться. Вернуться. Да, они возвращаются всегда до конца вообще. Алибарды не сбегут. Отверженные нам нужны только, когда чаржат. Дальше они, пускай, умирают. Такой юнит сейчас, поступающий, бесполезный. Отверженные? Да. Да, слушай, а раньше все-таки красава была на основе именно отверженных. Да, вот этих берсов делать какой-то рашевый билл, чтобы стараться там быстрее как-то правильно войти там в бой. Там еще там что-то. Именно вот подстраиваясь под них. Что-то за ними там вторым темпом запускать, успевать все это, контролить. Кстати, за хаос было очень интересно играть. Вот, поэтому, ну как-то сейчас, да, действительно. Ну, то есть говорим, что вот это, этот состав против, ну, кайтингового, да? Ну, да, в основном против кайта, и он что-то может. То есть любой другой состав, там, если на троллей каких-то основываться, и вот эту пехоту, он проиграет. У этого есть шансы быть какие-то. Да, за счет рыцарей. Да, здесь основа у нас получается рыцарей и алибарды, если что, вдруг крупные враги, короче, они тоже, в принципе, с ними могут бороться. Здесь просто смысл, что состав будет биться без... Без гена. Мы гену размениваем, можно его кинуть в гущу и со всех сторон ПЗК потом зайти. То есть тут как приманку его можно использовать. Ну, ему тогда вообще даже и... Не, ну, смертельная резня тоже не факт, что она ему тогда нужна при таком расходе. Не, ну, право. Стоять насмерть, дисциплину, защиту, вставляем, все, вставляем. Да, 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 одну вот эту стоять насмерть и все. Ну, и вот 163 у меня монеты свободных остается. Ну, и можно найти применение. Опытные игроки можно взять неотверженных, можно взять, там, я не знаю, каких-то воинов хаоса, там, да, заводчик. Черезную банку. Да, да, или банку какую-нибудь взять, чтобы еще дольше вы его там колбасили. Пожалуйста, вот 163 монеты, че. Ну, вот синенькую можно и красенькую можно, не вопрос. А лучше... Фиолетовую. Даже вместо синенькой взять, во, еще дольше убивать будут, а пока убивают, все, действительно, кавой можно чарджить. В принципе, как замануха. Так, ну, хорошо, с хаосом, как бы дело светлое. Кто следующий, империя? Так, гномы следующие. Гномы. Да. Ну, гномы тут все ясно. После паща они хорошие, то есть, ну, два кователя. Кователем. Ага. В принципе, можно в дополнение набирать вот эти еще две руны. Да, я знаешь, какие руны? Смотри, я вот убираю пламя горна, то есть, плюс 4% урона сквозь доспехи, которые вот дает. Вот я, например... Так, первую убираем, три оставляем, а следующие две... Да, да, я именно вот так собираю. А потом вот эти предметы я беру последние, которые вот плюс 4 дисциплины и плюс 8 атаков близне. И, ну, да, вот эти две. Да, да, и все, как бы все остальное. А вот эти три, которые есть, но они всегда используются, они всегда активны и достаточно они... Ну, по цене, 11.86 должен стоить. У меня вообще 10.49 почему-то. А, ну, наверное, что еще берешь из предметов ты к ним? Из предметов две последние, вторая. А, две берем, да, все понятно. Ну, поскольку там по дисциплине получается плюс 8, плюс еще 4, это 12. И здесь еще, сколько, 12. Ну, в общем, адская смесь. Да, да, нормально получается. Он грин дальше. Так, он грин убираем. Искатель врагов убираем. Смертельная резня, понятно, не пядя родной, как бы тоже все это нужно. Все оставляем. Так, дальше что? А вот предмет, вот этот берем, секиру дарго. Все-таки он дороговатый. Я как-то брал и как-то не брал. Я не брал, но хотя, это ж только на него действует. Да, да, потому что на него, я как бы, знаешь, не почуял там, что он там, как Илья Муромец, знаешь, вышел там, левой рукой взмахнул, там переулок лег, а правой рукой взмахнул, там улица этих мусурманов полегла. Вот, чтобы я как-то не заметил. Но если вдруг останутся, да, можно иметь в виду себе, что есть у него такая вот обилка. Так, а чтобы... Ну, собственно, если без правил на ладдере, да, тогда мы берем три рудника. Три даже? Мне так это вообще будет непобедимо. Три рудника, вот, это с четыре бородатых, такой зизиток прям. Да, 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 слушай, точно зизиток. Дальше, я думаю, долгобородов по 650, сколько там, 4. 5. Долгобородов, 2. Таких, это если пеший набирать? Тяжелым, да, конечно, ну, рашевый такой, ну, наиболее интересный тоталваровский, так скажем, состав. Да, чтобы хоть... Слушай, они единственные вот из немногих, которые, ну, вот, ими хочется порашиться. Ты знаешь, что ты выхватишь, короче, но ими хочется почему-то, не знаю. Мне вот всегда ими хочется именно вот, что у них топоры вот эти, они мне напоминают каких-нибудь ютов, что-то такое вот подобное. Знаешь, вот, саксы, что-то вроде этого. То есть такие вот ребята. Я бы что брал. То есть если мы играем против Хаоса, Орг, вот это вообще говно. Брать Долгобородов, защитой Ахнастиско крупных врагов, то есть по максимуму. Вот Гном и Воина, поскольку тут будет три рунника, тут любой самый дешевый отряд станет бессмертным. Поэтому берем дешевый спам дешевых отрядов. Вот и все. Слушай, ну, а у тебя даже так раз-два-три, а ты даже вон как размен, да, какой? Собственно, вот раз-два-три-четыре-пять первая линия новых воинов, их будет очень долго убивать. Вторая и третья линия, это вот эти вот. Шестьсот пятьдесят. Все, по шестьсот пятьдесят шесть штук, короче. Тяжелое оружие даже можно не брать, можно на четыреста двадцать пять, две штуки, чтобы еще морали, просаживали. Это которые подрывные заряды кидают, да? Сейчас какую-то рону сниму. Да, тут надо что-то снять третьему, который где-нибудь там будет. А, по центру, который будет стоять. Нет, генералу, смертельную резню снимаем. Ага. Ну вот, собственно, вот состав. 508 и 425. Искатель. Угу, угу, да, все правильно. Плюс-минус. Ну да, здесь плюс-минус получается. Спам дешевых отрядов, которые будут стоять до конца, их, ну, просто не убить. Можно также убрать вот этих вот долгобородов всех и взять железоломов три штуки. Тоже хороший состав. Да, железоломы, кстати, я это к ним тоже неровно дышу, так скажем. Да, они одновременно и стреляют, и стоят они до конца, ну и как бы вообще... Ну, собственно, тут основа армии, это вот четыре этих бороды. Да. Дальше дешевый спам вот этих гномих воинов, которые будут долго жить. Они реально очень долго. Под рунами-то, конечно, они живут вообще, то есть уже там... Да, основа армии зизи топ, короче, ясно. Ну, представь, у тебя каждые полминуты будет еще откатываться вот эта вот руна клятвы с... Гнева и разрушения, короче. Да, да, да. Да, 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 да. Она, кстати, не сказать, чтобы уж там до Талова просаживать, особенно, что вампиров касается. Поверьте, когда на один отряд три руны бросить... Да, да, но когда я только хотел сказать, когда его систематически в течение боя его просаживают, я, вон, играл там и рыцарей крови, я все, ничего с ними поделать не мог, потому что там, когда я увидел, что я уже третью откидываю, и она сработала, они как-то так неожиданно под железоломами вдруг рухнули и избежали, короче, просто-напросто с поля боя. Просто с таким неадекватным количеством руников любой отряд, даже самый дешевый, будет бесконечно долго стоять, до последнего солдата. А железоломы, их просто не убить будут. Они будут стоять, и все. Да, под рунами, да, они вообще тоже тяжело убиваемые. Итак, с гномами разобрались. Вампиры. Вампиры. Ой, сложно за вампиров сейчас что-то такое. Раньше было проще. Ну, первое, потому что это спам ужасов и склепа. Сейчас, я думаю, что-то с воздухом надо за них делать. Ну, и за 12-400 с воздухом как-то шибко не задружишь, скажем так. Ну, вариантов, на самом деле, много. Можно брать деду с пулялкой же он. Да, деду, деда с пулялкой. Деда, на что садим сразу, давай. Летает или бегает? А бронированный кошмар, он же тоже летающий, нет? Нет. Я думаю, если не воздух, тогда пешую армию брать. Брать. Хорошо, давай от пешей сейчас оттолкнемся, а потом еще и посмотрим, что с воздухом. Так, способность. И вообще вот такой интересный вариант. Три некроманта берем. Три героя некроманта. Садим на что-нибудь, нет? Бегают? Нет. Пусть бегают. Нам не надо, чтобы они бегали. Все заклинания убираем. Я вот им, например, все заклинания убираю. Я их оставляю, знаешь, до 350 монет стоимости. Да. Убираем. Прям полностью. Вот все, если убрать, все, он стоит 350. Только способности оставляю, чтобы вот они хилили, там бегали. Блин, потому что его все равно убьют, короче. Его как не охраняй, блин, но его все равно убивают. И хоть ты тресни, блин, вообще. Соответственно. Так, деду оставляем нехик и что, нагаш? Нехик, нагаш и хватит. Тут надо тогда билд строить, чтобы он выживал. То есть... Мы построим билд неубиваемый. Но единственное, Бретония будет иметь шансы. Потому что мы на Круганых Духов сейчас все построим. То есть мы берем спам Круганых Духов. А именно шесть штук. Мы берем спам зомби. Мы берем скедеты-копейщики от Кавы. Мы берем рыцарь крови две штуки. Две штуки. Один. Так как-то рыцари. Не, а с оживлением, с этим мэхиком... Нет, давай одному некроманту все-таки оставим заклинание. Нехика одного. На случай, если деда хлопнут. Ты это имеешь в виду, да? Да, да, да. Нам нужен нехик по-любому. Ну, логично, потому что их трое. Это знаешь, как три наперска. Угадай, у которого нехик, да? Где шарик, короче, угадай. А знаешь, мы сделаем каждому нехик. А, даже так? Если это дорожает, это нормально. И еще возьмем два зомби. Вот, вот. А, у меня получается пять зомби. Шесть зомби? Дед? У тебя у деда что-то не убрал. У меня у деда... Да, я же его не это самое. Заклинание убрал, предметы я ему не сделал. А способности... Особности все, транспорта у него нет. А, без транспорта, то есть без бронированного кошмара. Зачем? Мы будем в коробку идти, то есть вот это вот, ты же видишь. Все, я понял, да. По факту у нас есть кава, и с помощью нехики мы ее сделаем, не убиваем их. У нас есть стутанные духи, которые будут жить все время. У нас есть три некроманты. Все. Есть зомби вот этот. Буфер, бампер. Да, да. Буфера. И скелеты от кавы, всякий случай. Пригодят там от каких-то больших монстров. Собственно, все. Ставишь это все в одну кучку. Ну да, это в толпу, как панда делает, да? По концовке. Большая куча говна, убьет все. Все убьет, она переживет все. Переживет, да, да. Убить она действительно не убьет, короче. Но жить она будет долго, блин. Шансов очень много на все это дело. Вот, кстати, недавно мы столкнулись с подобным. Там было тоже два некроманта. Ну, там был, правда, Карштайн. Вот. И мы два на два играли. Кое-как мы этих вампиров, пока мы их одолели полутора армиями, второй человек просто-напросто нас расстрелял империей. И все. Мы просто совершили ужасную ошибку, что кинулись на вот эту. А он еще стоит, знаешь, и кажется, что это нубас какой-то. Просто, ну все, вот так вот в толпу собрано. Вот. И там даже коробкой не назовешь. Просто блоб так называемый. И вот там все, короче. Вот это вот примерно то же самое, что это было. Итак, ну с вампами. Так, зверолюды. Тут все просто. Зверолюды, они и так сильные. Ну, опять-таки, вот смотри. Ну, а империя, сеть. Тут два варианта. Понимаешь, тут можно, опять же, давай первый вариант рассмотрим. Мы берем... У кого тут? Малагор, да, вызов у него есть этого. Да, Кегора. Так, значит, сейчас разберемся вначале с остальными. Берем вот этих шаманов, которые вызывают. Три штуки. Природа, да? Да, три штуки берем. Сразу им убираем все заклинания, кроме вот этого последнего вызова. Завки Гора. Способности им тоже убираем. Все. То есть, они должны стоить вообще максимально дешево. Шестьсот девяносто два. Да. Вот три штуки вот таких будет. Так, Малагор, что у нас? Там много чего можно убрать из заклинаний, значит. Мантия Горока. Ну вот, Мантия Горока, не знаю, как-то... Мне кажется, она не настолько вообще эффективна. Вот эти все заклинания, они по сравнению с подобными... Ну вот, хорошая вот эта вот, плюс пятьдесят восемь. Да, она неплохая, но она, опять-таки, на один отряд только откидывается. И стоит она... В общем, оставить, я думаю, возврат к истокам. Так, да, против группы целей, да, ага. Но она напрямую, потому что воздействует, это не капля какая-то, не что-то там. В общем, оставляем ее, возврат к истокам и вызов этого, Тегора. Потому что у нас магия все потратится на вызовы. Да, 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 она ее много уйдет, да. Шестнадцать. То есть, скорость, запас сил, естественно, убираем. Так, сейчас где это у нас? Увеличение запаса энергии, скорение перезарядки, звериный рывк. А, проводник чар, да, мы убираем? Да, я вообще последние две убрал. Ну да. Если останется, деньги можно. В принципе, тут магии хватит на все. Так, грядет нечто ужасное, оставляем на лагору. У меня сейчас он стоит тысячу триста сорок девять. Да, у меня стоит. Ага, ну все правильно. Дальше берем великанов. Раз. Допустим, четыре. Так, две пятьсот семьдесят пять. Так, берем... Трудья хаоса. Да, здесь есть еще. Да, есть такие. Ну, возьмем одно, пускай будет генералов прикрывать. Нам надо просто отряд нужен, еще какой-то такой, для меня, мобильный. Копейщики... 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 Копейщиков... Четыре, допустим. Триста семьдесят семьдесят пять в остатке. Хорошо будет где-то собачку заныпить. Ну да, но она что-то, дорогие собаки какие-то. Не, ну, дорогие. Стоит монет где-то. Да, сотку надо где-то сэкономить. Сейчас найдем. Ну вот, в принципе, можно возврат к истокам снять. Этого не нужно. Пускай будет вызов на... На вызове к Егорову, и все. Да, и ближний бойник. Он и так, вон, три-четыреста весит неплохо. Ну, собственно, все. Вот от Роди Хаоса пускай прикрывает все это начальство, которое, в принципе, мы готовы потерять. Нам на него плевать. Копейщики будут прикрывать нам от кавы великанов. Четыре великана. То есть, по сути, мы призываем четырех Егоров. У нас итого восемь великанов будет. Восемь. То есть, можно без быков идти смело, да? В принципе, вот это боевые псы Хаоса, они не нужны, поскольку есть Егора с металлками. То есть, лучников мы запуляем. Всех запуляем. В общем, можно убрать, если что, этих псов Хаоса. Ну, тут на усмотрение уже. Здесь 520. И магии добавить тогда генералу. Просто фишка в том этом составе, что магии хватит только на... Ну, на вызов существ, а дальше она будет восстанавливаться там черти сколько. В общем, собак можно спрятать, потом ими просто ошметки убивать. Такие отряд добития. Ну, это такой, да, дуболомный состав. У пехоты у нас есть 8 великанов, 8. Да. У 4 великанов между ног будут сидеть вот эти шаманы природы и генерал. Между ног, слушай, точно, между ног. Копья будут прикрывать от кавалерии. Все. То есть, убивать пехоту у нас есть чем. Убивать стрелков у нас есть чем. И вся эта армия не побежит, когда умрет генерал и все магии. Так, ну и давай второй какой-нибудь состав за зверолюдов. Быки. Заменяем тремя быками вот этих. А, то есть вот эти три просто. Слушай, ну да, в принципе, сейчас вы как бы за этих. Но опять-таки, а если стрелковый состав противостоит, вот это вот. Да, тут не на великах. То есть на великанах, почему 4 великана не боятся стрелков? Потому что эти киборы, которые их камнями запуляют. А с быками мы великанов брать не будем. Тут даже куда-то. Придумать другое. Тут я думаю. Да. Вообще, может быть, ближнебойника какого-нибудь брать генерала? Или так же Малогора брать? Во сколько он самый такой? Ага, нет, он же закликнул. Да, против кавалерии надо. Потому что вот эти все минотары против кавалерии говно бестолковое. То есть вот эти за 1500. Да, за 1400, 500. Они лоб в лоб проиграют почти любой ударки. То есть я тупо отправлял дешевую ударку в минотаррах, и они ссыпались моментально. Если в тыл за этой кавалерии, они умрут еще быстрее. Ну да. Поэтому, я думаю, тут надо сделать армию, которая будет тащить за счет буков. То есть нам надо, чтобы она дольше выжила. Соответственно. Так, ну начнем с генерала. Малогор все-таки? Нет, здесь можно. Хотя, Малогор, он сможет Кегора призвать опять же. У нас будет пуляльщик. Ну да, пуляльщик. Очень хороший. То есть, в принципе, можно Малогор оставить. Заклинание только ему по максимуму дать. Что тут? Возврат к истокам. Вероломное племя. Кегор. Три. Да, три хватит. Вот что касается... А, предмет вот у него. Блин, на 203 у него предмет. Влияет на союзников в зоне действия. Смотри, нечистые образа. В принципе, такой как бы это неплохой, так скажем. Выглядит, по крайней мере, неплохо. Но это уже потом. Что с быками? С быками банки ставим. Искателя врагов убираем. Пока ставим, потом посмотрим. Так, банки. Синюю, красную, да? Да. Так, синяя, красная банка. 1487 стоит теперь. Блин. Отроде хаоса. Сколько? Четыре. Вот пока, да? Проблема, конечно, будет с кавалерийской. Та же Бретония. Хотя, три быка они прошибают любых копеечек. Да нет, эти прошибают, эти с Граалем стоят, бьются. Там народ недоволен. То есть, по сути, вот центр живущий, который не убежит, у нас есть от роди хаоса, или по флангу, может быть, центр, вообще можно там какую-то фигню пустить, все. Ну, копейщиков, четыре копейщика, да? Собаки, парочку. Собаки какие? Ядовитые, да? Ну, ядовитые лучше всего. И 200 еще. Да. Ну, там на быков тогда, им еще по фиолетовой банке дать. Уж имбовать, так имбовать. Ну, да, по полной, слушай. Ну, тут главное успеть с этой фиолетовой банкой, прикол один. Ее главное успеть сожрать, короче. То есть, если, как бы, пулялка на тебя летит, да, то есть, ее надо успеть заглотить, скажем так. Собственно, вот. Все, пешая полностью армия. Даже будет один великан пуляющийся. Ну, больше для отвлечения. Его надо будет убивать. Вот, мобильная, очень скоростная армия. Смотри, скорость у нас у пехоты 42, 93 собаки, 58 буков. Очень большая скорость, очень мобильная армия. 37 малогор, 35 у копейщиков, да? По сути, я думаю, как тут можно сделать? По два копейщика на фланге, по два отроди на фланге и по собаке на фланге. Три БК тупо по центру блок пустить. Да, даже так. Чтобы они, пробив там первую линию обороны, добрались до стрелков. Ну да, они-то для стрелков цели неудобные, скажем так. Да. Что-то типа такого. Хотя вот первый на великах, он действительно не убиваемый. Его не убьешь ничем. Вот этот, его можно убить. Ну, разумеется, нету такого. Очень сложный. Сложный. То есть тут опять же основа три героя. Все. Ну, как вся Ваха. Вот посмотри, мы собираем уже, который за этот и все на героях строится. На банках, либо на обилках героев. За вампиров брали Бретония. На банках хаос, понятно, как бы он особняком стоит. Гномы. На рунах герой там на этих банках, да. А, ну, банок нет у них там, но на обилках. Вампиры. На банках зверолюды. На банках, независимо от того там, либо на вот этих вот дуболомах, да, в огромном количестве. Вот сейчас зеленокожие, мне интересно, но то, мне кажется, то же самое будет. Тоже они у нас на банках все будут, эти товарищи. На лорках сейчас вариативно, на самом деле, составы, можно различнейшие собирать. Но опять же строить на пулялках. То есть тут вот есть скрытый этот шаман, бублинг, который не видим, с пулялкой длиннобойной. Да, 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 с карающим блеском. Ну, то есть ему обычно оставляют либо вот удар из-под тяжка, либо вообще на зойливую... Чесотку там какую-то, что-то типа. Да, да, на зойливую чесотку и карающий блеск. Вот три оставляют, либо два. То есть либо понижать характеристики врага, да, на ближний бой, либо наоборот увеличивать свои. Вот этот удар из-под тяжка, да, и три-четыре атаку дает, и урон сквозь доспехи дает. Поэтому здесь... Смотри, опять же, против кого. То есть есть там имба-состав против вампиров каких-нибудь. Да, берешь-то там три великана. Да, ну с вампирами дело светлое. Да, как обычно. Да, 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 то есть три великана, а то и четыре. Вокруг них выстраиваешь черных орков. Один карающий блеск там оставляешь. И чего-нибудь там большого вожака. Вожак на банках. Да, да, вожак на банках и все на этом. И вожак гоблинов на банках, да и большой вожак ворков. Тоже на банках. На банках. Да, да, все на банках, короче, самогонщики. Но все равно что-нибудь. С вампирами как бы дело светлое. Но вот против тех же зверей, например, что вот здесь можно попробовать? Я бы со стрелками заморочился. Я бы взял по 500 вот эти вот невидимые три штуки. Это какие невидимые по 500? 500, которые там ночные гоблины. А, ночные гоблины лучники, да. То есть у них в чем суть? Ядовитые вот эти стрелы. У них сразу понижает всевозможные характеристики. Да, вот здесь скорость, урон оружием, урон от выстрелов, урон сквозь доспехи, запас сил. Вот. То есть, что нам нужно? Нам нужно убить великанов. У зверей будут великаны или быхи. Ну да. Стало быть, берем пуляльщика, ленобойного мага. Берем героя. Большой вожак орков? Да. Летающий? Смысла нет летающий. Можно и летающий, но... Не, я про генерала имею в виду. Это все равно, какого не бери. У зверей все равно воздуха нет, поэтому можно и летающий. Так, а вот вожака садим на паука или еще на что-нибудь? Я бы взял еще паука. А, арахнарока, да? Стреляющий, да. То есть, нам нужен стреляющий билд. Так, паук, хорошо. Дальше. Так, а, у тебя четыре черных, да? Хотя стреляющий билд, если будет у бистов на великах в состав, они всех этих стрелков уничтожат. Да, они либо кегорами закидают, либо просто проломят, да, все, что только можно. Их просто не успеешь расстрелять. Спамом тоже. То есть, взять, если, там, 10 пехоты... Ну, ее просто убьют, все. Но там мораль так не просадить скоро. То есть, против бистов, мне кажется, сложно за руку что-то придумать. Звери выиграть. Звери, да, по-любому за руля. То есть, опять же, тут зеленоколий, смотря против кого надо собирать. Тут универсального, разрывающего все сложно придумать. Ну, они не та фракция, чтобы... Они универсально разрывающие вампиров, скажем так, вот эти ребята. Ну, то есть, непонятно, что с зеленокожими делать. Они сами по себе сильные. Тут главное не потерять генерала еще. Ну, либо генерала-героя, в принципе, они все, как бы, мораль-то, ну, держат эти ребята. Ну, вот орками действительно надо к каждой фракции подстраиваться. И за орков, я сейчас заметил, что раньше достаточно было прямолинейного раша. И грубой силой задавить. А сейчас я вижу смысл, что всякими хитрыми... Кавалерию стали брать, я вот обратил внимание. Опять, кавалерия за 900 хороша. То есть, как-то вот балансными армиями поэффективнее стало. Ну... В общем, за орков важно не потерять своего генерала и дальше уже подстоять. Ну, все-таки отталкиваемся от черных, да, получается, по-большому? Безусловно. То есть, там 4-5 отрядов. Это необходимое минимум. Ну, да, и здесь, походу, уже подстраиваем и шамана, и всех, короче, товарищей. То есть, против фракции, где есть стрелки, билд на великанах мы не берем. Против фракции без стрелков берем билд астонный на великанах. Великана плюс черные орки. Все, этого хватит. Ну, да. Да, в принципе, за орков так и есть. Если есть стрелки, да, берем. Если нету, то... Ну, то есть, тоже как угадаешь. В принципе, против любой фракции, кроме бистов, потому что у них есть вот эти горки, или как-то, камнями швыряющиеся... Ге горы. Да, ге горы. Есть за орков в составе обычных семей и мираж, а ими можно от обороны сыграть. То есть, мы оставляем две кавы, чтобы что-то там можно было делать. Оставляем три дешевых лука, оставляем черных орков. Четыре штуки. Берем еще... Оп, я и думаю. И берем... Раз, два, три. Три гоблинских... Даже так? Слушай, ну как им играть? Мне кажется, подойдут и прибьют же, короче. Я так не думал. А вот эти вот катапульты, они почему-то... Во-первых, они бронебойные выстрелы имеют. Во-вторых, они набивают по сотне фрагов каждое минимум. Ничего себе. А черные орки, они будут стоять очень голубо. То есть, смотри, вот сейчас состав. Что есть? У нас есть луки на всякий случай. Нам не жалко их потерять. Ну да. У нас есть от кавы два копья и две кавалерии. У нас есть четыре орка, буфер, которые будут держать. То есть, они быстро не умрут. У нас есть пуляльщик. И у нас есть генерал с героем, которые какое-то время поживут. То есть, мы стоим около какого-то там сочечка с леса, ныкаем там генерала. То есть, весь командующий состав мы там ныкаем, кроме АГР. И стоим в защитную позицию. Сзади кава, боком копья, спереди пехота, в центре вот эти... Вырялки, ковырялки. И дальше просто от обороны спокойно, из напряга. Но опять же, против Бретонии это не проканалится. Прилетит Бретония. Разумеется, то есть, мы как бы не говорим, да, с Бретонией дело светлое. То есть, тут тоже нужен, как бы, мобильный такой состав. Опять же, видно, что любой импо-состав, он строится на том, что берется три героя. Да. Соответственно, обделен героями хаос. Поэтому за них сложно, чтобы такое предложить. Всех остальных. Недавно прошла инфа, что новая DLC, или просто ли обновление там будет. У вампиров появится герой-близнебойник. Генерал, вернее, Близнебойник. Ну, поскольку, все равно, как по мне, все это ваха лесом пускай идет. Понятно, ладно, давай Империю попробуем. Хотя с Империей, мне кажется, тут тоже. Империя элементарна. То есть, тут берем банки. Банки и еще раз банки. Берем основу. Герой. Ага. Грифона. Способность. Убираем. Сказать врагов. Убираем, держать строй. Слушай, не нужно для летающих. Да, да. Кровавый рев берем, да? Берем кровавый рев, да. Да, дальше что? Имперский капитан. Давай одну штуку. Объясню, почему. Имперский пегасы хотят. Тут два варианта. Один из них берем вот этих три штуки янтарных магов. Три штуки. Без Имперского капитана? Да. Имперский капитан, светлый маг, все это нафиг не нужно. Объясню, почему. Сажаем каждого янтарного мага на Имперского грифона за 700. Я, кстати, наблюдал такое, да. Они в ближнем бою совсем не маги, короче, и не заклинатели. Заклинание. Оставляем трансформацию Кадона, это вызов Мантикора. А, вон что. Да. По сути, летающий такой вампирский воздух, короче. Ха-ха-ха. Слушай, ну против вампиров такая штука-то зайдет, я думаю. Еще как. То есть вот снижаем до 1500. То есть пока оставим, потом посмотрим. То есть пока оставляем трансформацию Кадона. А еще и заклинание, что тут? Роковое стадо хорошее. Сейчас посмотрим, кому его оставить. То есть что вот сейчас мы видим? У нас у каждого янтарного мага в способностях, ставим ему, кстати, кровавый рев, минус 80 цеплей, мы убираем проводник Чар, увеличение запаса энергии убираем. Все это нахрен не нужно. То есть по 1300 у нас три летуна будут. Да, 1342. А теперь представь, ты прилетаешь в одно место, и у тебя у каждого из этих героев есть вот этот кровавый рев у Грифона. Это минус 8 мораль. Умножаем на 4, минус 24 мораль сразу. Подожди. Сразу. Подожди, подожди, не понял. А это что, суммируется каждое наложенное заклинание? Конечно. Ни хрена себе. А я не знал. Ваху играю, я не знал. Собственно, минус, ну просто представь, это по области, что это такое. По области, в средний уровень, по области, знаешь, я. У генерала есть ужасающий вид, то есть это еще минус. Так, а где у него ужас? А, у него вообще, в принципе, ужасающий вид. Пассивный, вернее, вид. Да, пассивный, да-да-да, я вижу. То есть всего 4 на 8, 32 минусом по морали. Плюс у этих каждого мага страшный вид. И они сами просто в пассивке у них зашито. Да, да, ужасающий вид, да, и страшный вид. Ужасающий вид. То есть вот это вот. Плюс у тебя будет еще, не забывай, три мантифора. То есть у тебя 6 летающих хирургов. 7, 7 летающих с генералом. 7. Ну, да, если ты представь. А дальше все просто. Дальше берешь алибордистов. Три штуки по 300, сколько там, побольше. Четыре пистольеров. Четыре хватит. Что еще? Накао не хватает, конечно. Хватит. А нужна она, в общем? Ну, слушай. Если не против империи, то, наверное, она не нужна вообще. Кажется, она вообще не нужна. То есть мы можем набрать еще, поспамить с мяков ими всякими. Ну да, здесь можно еще алибарды какие взять. Вот 890. У меня осталось 891. Зачем спам, так спам. Вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять отрядов за 300. Прекрасно. Тут смотри, какая штука. Когда ты призываешь, у тебя должен быть слот в армии пустой. Да, то есть нельзя точно-точно. Не надо поставить. Раз, два, три, четыре. Так, ну да, шесть их получается здесь. Что? Ну давай по 650. Две штуки. Ну, у меня тоже. А, три штуки по 650. Да, три по 650. Давай по 400 там сколько влезет. Раз, два. О, почти. 191 остается. А, нет, 490. 91 остается. 5 копейщиков со счетами по 403. Алибарды, 4 пистолера и куча летающей дыряни. Слушай, ну, интересный билл. Я вот никогда не задумывался над таким, что можно вот так вот поизвращаться вообще. У тебя четыре слота, убери. Вместо двух со счетами, сделай. А, три без счетов. Короче, два со счетами, четыре без счетов, три алибарды. В общем, понимаешь, то есть... Да, да, я понял, да. Будет стоять у тебя коробка, которая достаточно, если глюклент на приборах, то есть вообще хорошо. И вот этой вот летающей восемь штук, которая мораль продавит любому. Опять же, если вдруг там... Ну, таким воздухом ты любого-то сберешь. Ну да. Ну, интересно, слушай. Ну да, вот собственно вот состав, который... Ну, это опять-таки мы говорим с вами сейчас о составах без правил. Ну, это для фана, если да вот... Да, да, да. Например, кто-то в Варе, кто-то пришел только с приходом в Ахе, и он хочет там выигрывать, что-то, пускай-либо состав берет и идет. Состав, против которого сложно что-то придумать. Можно, конечно, но сложно. Да, при том, что надо учитывать, что янтарный маг на вот этой дряни за 700 этих колов, он в ближнем бою вообще достаточно неплохо. Счет имперского Грифона, он очень сильным юнитом становится летающим. За счет вот этих пугающихся характеристик и все это в сумме, все это накладывается, это ад. Это просто ад. Ну и банки, банки, еще раз банки. Да, так, у меня 91 осталось, надо банку, ну какую-нибудь фиолетовую банку, наверное, надо дать. Ну да, всегда можно. Очередную банку. Ну, ясно, что ж, интересно. Спасибо, что просветил кого-то. Просто, чтобы поговорили, показали, что происходит в Ахе. Я думаю, вот эти билды и то, как вот ты о них рассказывал, почему так и зачем это так делается, они все-таки показывают, что действительно очень несбалансированная игра. И недавно у нас тут тоже был разговор. Дело даже не в балансе. Дело в том, что имея набор роста определенный или угадав с ним, можно дальше вообще просто стоять на месте, ничего не делать, и армия противника от твоей убьется. Сама по себе, да. Я проводил эксперименты на Ладнере, брал армию, обороняющуюся, естественно, и стоял. Вообще ничего не делал, не дотрагивался до мыши. То есть вообще просто стоял? Да, вообще стоял. Но там и стрелках основано было, собственно, и на пехоте ближнего боя. То есть к ней, когда приходит, она начинает драться. Но я не нажимал даже обилки, пулялки, прочее. Поставил. Ну это великаны были, опять же. Не важно. Между ног великанов стояли генералы. Генерала так, по-моему, и не убили. Очень интересно было. То есть посмотреть, вот как работает вообще механика. То есть можно выигрывать. Вообще не контролен, не умею контролить. А смысл зачем? Ну да, когда игра все сама за тебя делает, да. Берешь героев, берешь спам героев, и тише, все, его не убить. Войска не нужны, они дополняют лишь. Смысл. Да. Так для фана какого-то, может быть. Ну назвать это будем там интересно. Да, каким-то. Не, ну бывает, все равно, когда по правилам вот там балансируют, пытаются правилами сбалансировать. Правила, естественно, они нужны, они необходимы, с ними хоть что-то другое. Ну, мы про ладеры говорили. Да, да, конечно. Это тем посвящена была ладерным боям. Там правил нет, все берут во что гораздо. Да, по 10 быков я тут сталкивался и так далее. Слушайте, такими составами можно, не, в быстрых, по-моему, 10 ты не наберешь, только в сетевой беде. Не, ну в 10 не наберешь, да, только в сетевой, да, да, что есть, то есть. Ну ладно, закругляемся. Да, я думаю, да. Да, ну все, всем пока, спасибо, что был с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok